МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости первого карагандинского в студии Миром Гульсал Кимбаева. Здравствуйте. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилей отмечают сотрудники исправительного учреждения АК-159-9. На торжественном собрании лучшие сотрудники отмечены памятными подарками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3 августа в Абая состоялся 14-й форум молодежи, где представители молодежного корпуса области совместно с главой региона Ерланом Кушановым обсудили наиболее актуальную тему для молодежи – трудоустройство. Трудоустройство молодежи, пожалуй, это наиболее острая проблема на сегодняшний день. Особенно это касается молодежи сельской. О реализации специальных программ по трудоустройству участникам форума рассказал руководитель областного управления молодежной политики. По итогам 2016 года уровень безработицы среди сельских молодежи составил 4,8%. Следует отметить в Абайском районе 5,7%, в Жанак-Кинском 7,3%, в Осокаратовском 4,9%, в Ултавовском 8,1%. В районах уровень молодежи безработицы превышает областной показатель. В июле 2017 года в рамках программы «Жанск-Лель» в сельских районах области временно трудоустроено 320 человек. В сравнении с прошлым годом заработная плата увеличилась на 18 тысяч тенге и составляет 60 тысяч тенге. В данном направлении регионов организована определенная работа. Среди молодежи трудовых отрядов на системной основе проводится разноформатное мероприятие. В текущем году лишь в Абайском районе не было выделено финансирование на организацию деятельности молодежи трудовых отрядов «Жанск-Лель». Особое внимание со стороны государства уделяется программе с дипломом в село. С 2009 по 2016 годы более 2000 выпускников получили постоянную работу в регионах Карагандинской области. С начала нынешнего года трудоустроено уже 78 молодых специалистов. Глава региона заметил, что этот вопрос на сегодняшний день более чем актуален, так как нехватка специалистов подтверждается при каждой его поездке. Также он сообщил, что благодаря новому законодательству в сфере образования из областного бюджета выделяются финансы для снабжения кадрами региональные учреждения. На форуме шла речь о ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения. Когда мы до этого весьма обсуждали, по школьным учреждениям, детские наши, детские сады, они проблем большие. Президент сказал, что до 2020 года все эти вопросы решили. Мы в конце 2018 года, по году, когда мы практически уже можем закрыть этот вопрос. Вопросы элементарно мы нашли выход, да? Увеличили госзаказ, увеличили, посчитали. Чем строят, бизнес не шел на ГЧП, на ГЧП, на ГЧП, на ГЧП, мы посчитали. Чем строят, там, за счет бюджета, там, на несколько миллиардов детских садов, лучше мы увеличим госзаказ на 800 миллиардов, по-моему, без клянда, на 800 миллиардов, с городского бюджета. В работе форума молодежи принял участие ответственный секретарь Министерства по делам религии и гражданского общества Марат Азельханов. Он отметил, что в своих программных документах глава государства уделяет особую роль молодежи в становлении Казахстана. И сегодня настало время создавать молодежные движения нового формата. Безусловно, с нашей точки зрения, четыре ипостаси, над которыми должна работать молодежь, молодежные организации остаются, это воспитание, образование и культура. На трех фитах, в общем-то, держится человек, особенно молодой, чтобы потом уже по всей своей жизни пройти с этими основами. Но сегодняшний и завтрашний диктует то, чтобы создавались объединения, нацеленные на новый вид предпринимательства. Вот я обратил внимание, что очень много грантов. Каждый пятый житель области молодой человек. Это огромная армия. Из них безработные 7 тысяч, но я вам скажу, давай, в Испании 33% молодежи безработные. Во Франции еще больше. Столичный гость не случайно упомянул сельских молодых предпринимателей. Традиционно в завершение форума состоялось торжественное вручение грантов молодым бизнесменам. В нынешнем году 10 молодых предпринимателей получили гранты на развитие бизнеса в селах и поселках Карагандинской области. Размер грантов составил от 200 до 500 тысяч тенге. На эти деньги молодые люди планируют развивать свое дело. Глава региона Иван Кушанов также сообщил, что со следующего года размер грантов будет увеличен в два раза. Стоит отметить, что в Карагандинской области проведение форума молодежи стало традиционным. Главная цель этого мероприятия – выявление и решение проблем сельской молодежи, координация совместных действий исполнительных органов и неправительственных организаций в этом направлении. Кроме того, форум – это хорошая возможность рассказать молодым сельчанам о том, какую поддержку им может оказать государство. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Во время рабочей поездки Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов посетил цех горно-шахтного оборудования компании «Арселурмитл Тимиртау». Глава региона ознакомился с тем, как здесь производится ремонт оборудования угольного департамента. Это и проходческие комбайны, и конвейеры, и различные подъемники, а также участки монорельсовой дороги. Ирлану Кушанову также рассказали, что специалисты завода проводят модернизацию, ремонт и техническое обслуживание практически всего шахтного оборудования. Уже совсем скоро подать жалобы в государственные органы можно будет одним кликом на смартфоне. В Карагандинском городском Акимате презентовали новое приложение. По словам разработчиков, данное приложение станет популярным у молодежи. Довольно часто жители города сталкиваются с тем, что нерадивые сограждане нарушают административный кодекс. Кто-то неправильно припарковал автомобиль, кто-то распивает спиртные напитки на детской площадке. Жители возмущают такое поведение, вот только обращаться в государственные органы желает не каждый. Но сегодня это можно сделать, не выходя из дому. Специалисты Комитета по правовой статистике разработали специальное приложение для смартфона. Одним кликом можно отправить в госорганы фото или видеодоказательства о нарушении закона. Нам что дает сегодняшнее мобильное приложение? Любой гражданин, имея смартфон, увидев нарушение, сфотографирует это нарушение, немножко допишет там несколько комментариев и буквально в три клика отправляет в госорган. Оно приходит в госорган, и диспетчер, который будет в Акиматре города, Горганты, он будет это обращение сортировать. То есть мы подключим наши вот эти вот сети во все государственные органы. Если, допустим, вопрос земельного, допустим, вопроса или жилищного вопроса, оно автоматически направляется в тот орган. И тот орган оперативно решает. Подобная система уже работает в Павлодаре. По словам разработчиков, новшество показало свою эффективность. Небольшой прогноз сделал Аким Караганды Нурлан Аубакиров. По мнению градоначальника, после введения нового приложения в Акимат поступит вал обращений. Я прекрасно себя даю учет, что особенно для коммунальных служб, для служб, который отвечает проблемам, пассажирского транспорта. То есть этот вал будет увеличиваться, но тем не менее он даст уже четкую картину для того, чтобы завтра мы должны принимать разрешения по финансированию и систематизации проблем. Условно, если с Артемского района, там, 12-го микрорайона наступают постоянные жалобы, то есть их можно уже реструктуризировать, то есть это связано, первое, допустим, с вылазом мусора. Второе, это некачественное предоставление услуг органами, управляющими компаниями, КСК и другими, там, ПТО. Стоит отметить, что реальные письменные анонимные обращения от граждан чиновники не рассматривают, но вот в приложении имеется возможность скрыть свои данные. То есть бывает, что некоторые заявители не хотят, может быть, да, там всякое бывает, что не хотят разглашать себя, кто он, да. То есть в данном случае тоже мы предусмотрели, в этом мобильном приложении есть как гостевой, заявитель как гость заходит, факт указывает, геолокацию указывает, фото прокрепляет и отправляет. То есть для государственных органов это факт есть факт, да, то есть там где-то люка нету, то есть это уже, можно сказать, что опасно для здоровья народа, населения. Просто элементарно государственные органы туда выезжают, устраняют, и вот это и можно сказать, что сделано, то есть отклик со стороны государственных органов есть. Насколько это нововведение станет популярным у карагандинцев, пока сказать сложно. Но если взять опыт Павлодара, то стоит ждать особой активности от молодежи, как основного пользователя современных гаджетов. Андрей Дэн, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет суперакции с 31 июля по 13 августа. Масло подсолнечное лето 5 литров 1599 тенге. Вода питьевая «Тасай» 5 литров 185 тенге. Цыпленок бройлера «Курочка ряба» 1 килограмм 635 тенге. Гель для душа «Нивея» 250 миллилитров 399 тенге. «Скиф» просто сравнит цены. В Карагандинской области в результате аварии погиб 19-летний парень. Происшествие случилось накануне в городе Абай. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля марки «Даймлер» по неустановленным причинам не справился с управлением и на полной скорости врезался в теплотрассу. В результате аварии пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Подробности о состоянии водителя пока не уточняются. Также известно, что еще два пассажира с различными ушибами были доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия, имеющего место в городе Абай, проводится досудебное расследование по статье 345, часть 3 уголовного кодекса Республики Казахстан. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Даймлер», не справился с рулем управления, совершил столкновение трубы теплотрассы. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир от полочной травмы скончался на месте, а водитель автомобиля и двое пассажиров различные травмы госпитализировали. Карагандинские спасатели зафиксировали рекордное число пожаров. Только с начала года по региону произошло около 300 случаев пожара. Причинами возгорания является в основном нарушение правил безопасности, если в первом случае в пожарах виноваты люди, которые невнимательно относятся к бытовым приборам либо не следят за приготовлением пищи, то во втором случае люди просто оставляют на месте отдыха окурки и непогашенные костры, в результате которых могут гореть гектары полей. Так, в этом году зафиксировано 246 случаев пожара. Из них 221 произошло на территории населенных пунктов. Мы определяем площадь, участки, где это происходит. Но так как это все находится на большом отдалении, протяженностью где-то 200-300 километров, то затрудняет поиски местов очага, загораний. И пока туда прибывают силы средства, уже пожар набирает определенные площадя. Женская колония АК-159-9 отмечает 80-летний юбилей. На торжественном собрании почетными грамотами и памятными подарками были отмечены лучшие сотрудники. История исправительного учреждения АК-159-9 уходит своими корнями в далекий 1937 год. Когда-то здесь была мужская колония. В 60-х годах колония стала женской. Валентина Ивановна Коваленко долгие годы отдала службе в этом учреждении. Сначала работала учителем в вечерней школе, затем служила в колонии на разных должностях. В последние годы до пенсии Валентина Ивановна работала заместителем начальника колонии. И сегодня она одна из почетных гостей на торжественном мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею колонии. Поэтому работу, естественно, я знаю. Всех сотрудников, которые со мной службы проходили, тоже знаю. Могу сказать, что история нашего учреждения очень богатая и уходит далеко корнями в 1937 год. Столько было сделано, столько было построено, вложено энергии, труда всех сотрудников этого подразделения. Сегодня в исправительном учреждении отбывают наказание 800 осужденных. По словам сотрудников, самое большое достижение в том, что практически все осужденные занимаются делом. Осужденные у нас занимаются швейным делом. У нас на нашей территории есть 43-й филиал, который непосредственно шьет спецодежду, шьет форменное обмундирование для сотрудников. Также вязальный цех у нас вяжут детские изделия, детские вещи вяжут, сумочки вяжут. На торжественном собрании почетными грамотами и памятными подарками отметили лучших сотрудников. Также было отмечено, что в учреждении особое внимание уделяется ресоциализации осужденных. Проводится большая социальная работа. Заключенные привлекаются к работе в различных творческих кружках, организовываются различные конкурсы. Работы, сделанные руками осужденных, можно было оценить на специальной выставке. Андрей Тенн, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Тренажерный зал на собственные средства открыли карагандинские полицейские. Стражи порядка восстановили заброшенные здания и оснастили его новейшим оборудованием. Представители правоохранительных органов могут заниматься здесь спортом в любое время. Помещение, в котором уже тренируются стражи порядка, некоторое время пустовало. Полицейские восстановили заброшенную комнату и капитально ее отремонтировали. Ремонт здания, рассказывают полицейские, занял всего три месяца. Первыми опробовать тренажеры решили ветераны органов внутренних дел. Спортивный инвентарь в новом зале имеется по всем видам упражнений. Посетил новый зал и заместитель начальника департамента внутренних дел Карагандинской области Ардак Интыкпаев. Он оценил качество оборудования и отметил, что тренажерный зал – это еще один шаг к здоровому образу жизни. Для здоровья нации важное значение иметь физическую культуру и массовый спорт. Без которого не можно существовать в высших достижениях. В нашей независимой республике созданы все истории и успешные организации, развивающие различные спорты. Теперь после нелегкой службы полицейские будут приходить в спортивный зал. Тренироваться здесь можно в любое время. Мирам Гусал Кимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом у нас все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Волгстар. Аман Сау Волгстар.